Ас-саляму алейкум, рахматуллах и баракатух. Ахлян и сахлян, и мархабан, дорогие зрители. Меня зовут Мади, и я являюсь студентом Исламского университета города Медины. Итак, Рамадан закончился, появилось немного свободного времени, поэтому сегодня я решил записать для вас видео касательно учебы в Институте Арабского языка, который предшествует обучению в Исламском университете. Так как многие студенты, которые приезжают сюда учиться, это студенты практически со всех стран мира, многие из них не владеют арабским языком. В принципе, как и я, когда приехал сюда, я не владел арабским языком в достаточной мере, чтобы учиться в университете, и специально для таких студентов был создан Институт Арабского языка. И так как я приехал сюда в январе 2020 года, то я уже успел закончить этот институт, начал его с самого первого уровня, в Институте 4 уровня, но об этом я поподробнее расскажу позже. Итак, давайте я сначала вам покажу, как вообще выглядит диплом по окончанию Института Арабского языка. Ну, выдается он вот такой вот папке, приятная такая красивая светлая папка. Диплом, он не такой большой, как мы привыкли бы его видеть. Вот так выглядит основная его страница. Ну, я думаю, видите. Здесь он на двух языках оформлен, на английском языке и на арабском языке. И мне очень понравилось, как он оформлен. Он оформлен в соответствии с исламской этикой. То есть, что я имею в виду под исламской этикой? То, что диплом начинается со слов То есть, начинается диплом с восхваления Аллаха и с благословения на порога Мухаммада, а затем... Давайте я вам коротко зачитаю, что здесь написано, чтобы вы имели понятие вообще, как этот диплом выглядит. Я буду сразу переводить. Поистине студент, такой-то, такой-то, ну, меня зовут Мадди, из Казахстана, родившийся в 1416 году хиджиры, ну, в английской версии 1995 год, грегорианский календарь, успешно закончил курс арабского языка в институте арабского языка для тех, кто не говорит на нем. Так называется институт арабского языка. Арабский язык для тех, кто не говорит на нем. В 1443 году по хиджире с оценкой, затем идет цифра, ну, у меня цифра составляет 4,77. Бит-Тахдири мумтаз, то есть, с оценкой отлично. Ну, аль-хамдай, Сеушни, Аллах облегчил, я закончил этот институт с отличием. И в конце написано «В Аллаху аль-Муафиq», то есть, Аллах тот, кто дарует успех. Здесь стоит подпись директора института и также директора самого университета. Ну, скорее всего, копировать, ставить, не думаю, чтобы каждый диплом был подписан лично президентом университета. Но, тем не менее, очень приятно. Сзади вот такая вот эмблема, эмблема Исламского университета. И с этим дипломом можно устраиваться преподавателям в Исламскую школу, преподавателям арабского языка. Также к этому диплому идут две заверенные копии, две заверенные копии диплома. В принципе, это все одно и то же. Да, вот так выглядит диплом. Теперь давайте я вам расскажу немного об обучении в самом институте. Если вы видели мой документальный фильм, то вы знаете, что обучение в нем длится два года. Два года, либо четыре семестра. Каждый семестра длится по полгода. Когда вы приезжаете в институт арабского языка, то вам проводят собеседование и определяют ваш уровень. И зачисляют в один из этих четырех уровней, либо на первый уровень, если вы совсем слабы в арабском языке, либо на второй уровень, либо третий уровень, либо четвертый уровень. Я начал с первого уровня, но это было скорее не по причине того, что у меня был слабый арабский язык, это было по причине того, что я просто потерялся во время устного экзамена. Когда меня начал учитель спрашивать, я просто, алла-алла, не знаю, разволновался, или что было, не смог ответить, и меня отправили на первый уровень. Но, аль-хамду-ли-ля, это замечательно, потому что я имел больше времени, чтобы выучить арабский язык. И теперь я могу вам рассказать в целом об обучении в институте арабского языка от первого лица, то есть с моим собственным опытом. Вот я приготовил ноутбук и предметы, которые проходят на каждом уровне. Сейчас я вам коротко расскажу, что изучается в институте арабского языка. Уровень первый, то есть первый семестр, имеет всего лишь четыре предмета. Это грамматика, то есть сама основная книга, в которую приходит грамматика, какой-то базовый словарный запас, который вы должны будете изучить для того, чтобы дальше овладеть арабским языком. То есть делается, конечно же, упор на грамматику в первую очередь. Но также есть к ней и вспомогательные книги, такие как кироа, это значит чтение. Это такая книжка небольшая на первом уровне. Там приходят самые простые тексты, вам нужно их читать, отвечать на вопросы. То есть упор делается на то, чтобы вы понимали то, что читаете. Для этого был введен предмет аль-кироа, чтобы вы понимали, что читаете. И также второй вспомогательный предмет – это ат-таабир, что можно перевести как выражение, либо речь. То есть на этом предмете вас будут учить, как выражать свои мысли на арабском языке. И третий вспомогательный предмет – это значит обучение письму. То есть будет банально вас обучать, как писать на арабском языке, как пишется буква в начале слова, как буква пишется в середине слова, и как буква пишется в конце слова. Всего лишь четыре предмета на первом семестре. Очень такой базовый уровень, легкий. Можно понимать все это интуитивно, все, что там проходится. И обучение, как я уже говорил в документальном фильме, проходит на арабском языке. Сложно ли это или легко ли это, я отвечу на этот вопрос чуть позже. Потому что многие люди удивляются, как можно учить арабский язык на арабском языке. Ты же его не понимаешь. Этот вопрос я вам поясню, разъясню, и вам станет все ясно, иншаллах. Итак, первый уровень – четыре предмета. Грамматика, чтение, выражение и изучение письма на арабском языке. На втором уровне у вас уже семь предметов. То есть если на первом уровне четыре предмета, то на втором уровне будут семь предметов. Первый предмет, как вы можете догадаться, это грамматика, потому что, как я сказал, на него делается основной упор в институте арабского языка. Да, в нем приходят правила о том, как склоняются глаголы в настоящем времени, как склоняются глаголы в будущем времени, какие используются предлоги. Такие вот базовые вещи, так как это все еще второй уровень, вы пока что будете находиться, как бы сказать, в начале этого обучения. Но, тем не менее, это самая такая полезная грамматика, которую необходимо учить от корки до корки. Поэтому обязательно как можно больше внимания уделяйте книге грамматике. Затем идут вспомогательные книги. Это аль-хиро от чтения. Тот же самый предмет, который у вас был на первом уровне. Но он уже будет усложняться. То есть уже тексты будут приходить посложнее, в нем будут приходить более сложные конструкции, какие-то словосочетания, какие-то обороты, которые вам нужно будет заучивать. Ну, это второй уровень, соответственно, это уровень высший. И, конечно же, будет все усложняться. Также приходит аль-таабир, который был на первом семестре. Будет продолжать обучать вас тому, как выражать свои мысли на арабском языке. Та'лим аль-китаба, то есть обучение письму уже не будет, потому что вы научились писать на первом семестре. Зато приходит фихх. Приходит предмет фихх, то есть это такая тонкая книжечка. В нем приходят самые основные вещи касательно фихха. Сколько ракатов читается утренний намаз, сколько ракатов читается намаз после полудины. И, насколько я помню, эти тексты приходят без долиля из Хорана и Сунны, то есть без доказательств, потому что вы находитесь всего лишь на втором уровне, для вас будет сложно понимать долиль, хадисы, потому что вы все еще в начале. Поэтому это такая простая книга, самая тот для второго семестра Института арабского языка. Помимо фихха приходят хадисы, 20 хадисов. В течение семестра вы должны будете их заучить, понять весь их смысл, новые слова, их смысл, очень хороший предмет, мне его понравилось, я заучивал эти хадисы, в конце был экзамен по этим хадисам. И Кисусуль Анбия, рассказы пророков, то есть это такие короткие рассказы о различных пророках, алейхимуссалям, об Ибрахиме, об Исмаиле и прочих пророках, там такие короткие рассказы, как раз таки для того, чтобы вам поднабрать словарный запас. На третьем уровне все уже гораздо усложняется, вы это почувствуете, если вы будете обучаться здесь. Конечно же, все начинается снова с грамматики. В каждом уровне упор делается на грамматику. Грамматика, конечно же, усложняется, приходят более сложные вещи. Также придет более усложненный фихх, фихх, те же самые столпы ислама, но уже с некоторыми долинами из Корана и Сунны. Также придет предмет хадисы, также 20 хадисов, то же самое количество, но эти хадисы уже будут покрупнее, побольше объемом. Также придет сиро, сиро пророка, жизнь описания пророка, начиная с его рождения, потом, как он стал сиротой, кто за ним присматривал, как он стал пророком, как он стал посланником, как у него шел призыв к исламу в Мекке, как он переселился в Медину, и все эти известные вещи, которые приходят в жизни описания пророка Мухаммаду Сальдаллаху Алиссаляму. Также приходит таабир, так как, в принципе, таабир, такие грамматика приходят на всех уровнях, вам нужно уметь выражать свои мысли на арабском языке, потому что, что случись с вами, вы должны выразить свою мысль, да и даже в разговоре с другими студентами или с учителями, вам необходимо выражать свои мысли на арабском языке, поэтому таабир – это неотъемлемая часть всего обучения в институте арабского языка. Потом приходит такой новый предмет, как таухид, и я прям влюбился в этот предмет, он приходит в виде диалогов, в виде диалогов между учениками и учителем. Задают обычные вопросы, что значит «Ла-Иля-Аля-Ллах»? И учитель в тексте, в диалоге, который приходит в книге, разъясняет, что такое «Ла-Иля-Аля-Ллах», что такое «Мухаммаду Расулу Аллах», что такое колдовство, допустим, «Асихер», что такое «Многобожье» и так далее. Тоже интересный предмет, и я его перевел от корки до корки, от начала до конца. И приходит «От-Таджвид-Дурму-Ясар» «Облегченный таджвид». Такая книга, приходные правила таджвида. Но у нас учитель, честно сказать, по этой книге сильно не шел, он от себя давал. Поэтому насчет книги я вам ничего не могу сказать. Мы эту книгу не использовали. На четвертом уровне, на последнем четвертом уровне, приходит грамматика. Ну, в принципе, я уже не должен этого говорить, потому что грамматика приходит на каждом уровне. Грамматика уже приходит, так сказать, более усложненная. И в конце книги придет такой, знаете, «Тальхиз», как конспект, по всем правилам, которые были пройдены на всех четырех уровнях. Также придет новый предмет «История праведных халифов». То есть, кто праведные халифы? Это Абу Бакр, Умер, Уснан и Али, радия Аллаху ангум. Будут приходить истории о каждом из этих халифов. То есть, в каком году они стали халифом, что они сделали во время своего управления, каких успехов добились и так далее. Тоже очень интересный предмет, как и Сира на третьем уровне, на третьем семестре. Очень интересно читать эти рассказы. Я переводил эти тексты от начала до конца и перечитывал по пять раз. И вдохновляешься этими рассказами, потому что это были самые лучшие люди этой общины, и их дела, которые они совершили в этой земной жизни, они сподвигают на то, чтобы мы подражали им, чтобы мы приносили также пользу исламской уме. В первую очередь, себе, своей семье, а затем уже остальным. Также приходит такой новый предмет, как Ну, су-суль-адабия. В принципе, это можно назвать красноречием. То есть, в ней приходят правила красноречия, приводятся некоторые моменты из Хорана, и какие приемы красноречия были найдены в Хоране. Тоже довольно-таки интересный предмет. Многое зависит от того, как преподаватель будет преподносить нам эти предметы. Некоторые преподаватели так рассказывают, так ведут эти уроки, что вы так вот от начала до конца вот так сидите с прямой спиной, и вот так внимательно слушаете его. Если вам попадется такой преподаватель по красноречию, будете, иншалла, наслаждаться. Ну, если вам не попадется такой преподаватель, будете по книге стараться переводить, читать, как бы сами заниматься. В любом случае преподаватель дает пользу, но ответственность за ваш успех все-таки лежит по большей степени на вас. Ну, и также приходит предмет даабир, который пришел во всех остальных, во всех остальных семестрах института арабского языка. Также приходит таухид. Да, только в этот раз таухид уже приходит, насколько я помню, в виде... Нет, это приходит также в виде диалогов. В общем, когда будете учить эти книги, вы, иншалла, увидите, насладитесь этим. В виде диалогов между студентами и учителем приходят эти... приходят эти уроки в предмете таухид. И также приходит тафсир. Тафсир суры татихи, тафсир коротких сур, которые приходят в конце Корана. Вот все эти предметы, которые я назвал, вы будете проходить в институте арабского языка в течение двух лет. Да, надеюсь, надеюсь, понятно объяснил, коротко разъяснил, что вы будете изучать. Конечно, за это время вы должны будете набрать достаточно словарный запас, чтобы понимать слова учителей, слова ученых, также, чтобы спрашивать вопросы на арабском языке. Также вы наберете достаточно словарный запас и опыт использования этого словарного запаса в чтении на арабском языке. И ожидается, что по окончанию этого института вы будете готовы обучаться в университете, в исламском университете, на исламском факультете полностью, 100% на арабском языке. Да, это все, это что я хотел сказать коротко об обучении в институте арабского языка. Это будет первая часть этого видео. Также сделаю вторую часть касательно института арабского языка, где отвечу на часто задаваемые вопросы. Надеюсь, вы взяли пользу от этого видео. Ваджизаку малахайран. Вассаламу алейкум варахмату Аллахи ва барабан. Продолжение следует...